Вот это состояние обширки самолета, который начинает приходить негодность. Видите, здесь появляются дыры. Тряпичные авиации, так их еще называют в народе, ведь крылья у Ан-2 покрыты перкалью. Это не железо, сколько заплаты не ставь, все равно со временем рвется. Потому два самолета Вологодского авиаклуба уже давно на отдыхе, в ожидании капремонта. Последняя рабочая лошадка еще тянет лямку, но и у нее срок истекает 31 декабря. После последнего капитального ремонта 9,5 лет Москва отказывается больше нам продлевать этот самолет. Если сейчас за зиму, за эти 2-3 месяца не сделаем ремонт, то мы остаемся без самолетов. Для Вологодского авиаклуба это вопрос уровня быть или не быть. Подготовка парашютистов – основное направление работы. И единственная возможность – содержать самолеты, аэродром, платить людям зарплату, а значит существовать. Мы в этом году выполнили около 4 тысяч прыжков. Из них людей, которые выполнили первый раз прыжки, подготовили более тысячи человек. На сегодня это на северо-западе один единственный клуб, который остался. То есть начиная с Санкт-Петербурга и заканчивая Белым морем, мы единственная система, которая работает в подготовке парашютистов. Потому сюда, на аэродром Труфаново, под Вологдой, едут из Ярославля и Северодвинска, Архангельска и Иваново. А этим летом был беспрецедентный опыт. С парашютом прыгнули ребята-инвалиды, которые по земле ходить не могут, зато сумели ощутить чувство полета. Ну давай, поздравляем, молодец. Покорил это небо. Молодец. Давай. В жизни, сколько много приключений всяких. Будет ли этот интерес и дальше – сейчас большой вопрос. Самолетам нужен срочный капитальный ремонт общей стоимостью в 7 миллионов рублей. Заводы даже готовы сделать его в рассрочку. Вопрос один – где найти эту сумму ДСАФу, который последние годы живет исключительно на самоокупаемости. В клубе уверены, решением мог бы стать контракт с правительством области по авиапатрулированию лесов. Если нам дают гарантию по лесоохране на 2013 год, то есть мы заберем эти работы, то, соответственно, под эти деньги мы уже, даже в этом месяце, можем начать поэтапный ремонт самолетов. И к январю-февралью месяца у нас три самолета, соответственно, будут стоять в строю. Поскольку мы все-таки авиация государственная, хочется, чтобы государство на нас и смотрело прямо, что наши самолеты и наши люди, тех состав готовы выполнять государственные заказы и государственные задачи. Но как раз этот статус государственной авиации и мешает подписать контракт, поясняет в лесоавиаохране. Ведь по воздушному кодексу патрулировать леса могут исключительно гражданские самолеты. Сертификация не та. Все летчики-наблюдатели, которые у меня в штате, они имеют свидетельство, выданное Росавиацией по гражданской авиации, то есть гражданские воздушные судны. И поэтому они не имеют права находиться на воздушных суднах, которые находятся в государственной, то есть, которые относятся до САР. Есть и другие варианты спасения клуба. Скажем, в некоторых регионах, где возникла такая проблема, ремонты самолетов оплатили местные власти. В Вологде же авиавопрос пока повис в воздухе. Потому сейчас по всему Северо-Западу начали собирать подписи за сохранение Вологодского авиаспорт-клуба. Более тысячи человек уже сказали «да». Мария Помилова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.